Мои золотые, я рад вас всех приветствовать. Мы по-прежнему разбираем турнир UFC Fight Night. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который в легкой весовой категории, где встретится Гуран Кутателадзе, и в этот раз его оппонентом становится бразилец Элвис Бреннер Оливейра. В общем, коэффициенты здесь не самые высокие, но наша задача, как всегда, искать неплохие варианты, да, с неплохими коэффициентами, поэтому их сегодня мы и будем искать, да, поэтому, как всегда, пробежимся по ключевым и главным аспектам. Также поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, будем искать варики для ставочек. Погнали к разбору. Начнем мы разбор с бразильца. Это Элвис Брена Оливейра. Это спортсмен, который, ну, делает все возможное для того, чтобы быть похожим, да, на Чарльза Оливейра. Он даже и покрасил волосы в такой же светлый цвет и также, вроде бы как, стилистически издалека, да, похож, ну, имею в виду, в стойке работает в похожей манере на Чарльза и тренируется в его команде. В общем, этот спортсмен в качестве профбойца дебютерил в 2016 году, выступал в Португалии, также выступал в Бразилии. После этого в 2023 году ему выдалась возможность подраться на одном из номерных турниров UFC, где он вышел против нашего с вами соотечественника Зубаря Тухугова, идя конским просто андердогом. Коэффициент тогда на победу Элвиса был там в районе пятерочки. В общем, показал он близкий поединок против Тухугова. Действительно близкий, по значимым ударам там Тухугов выиграл, но раздельным решением судей тогда отдали победу как раз-таки Бреннеру за счет того, что он, ну, наверное, побольше все-таки он урона нанес своему оппоненту. Но, как мне лично показалось, бой, да, конкурентный, близкий, но мне лично показалось, что там все-таки Зубайра был получше и в стойке, мне кажется, действовал поострее, но судьи решили сделать вот такую вот, разыграть, скажем так, вот такую многоходовочку. В общем, также стоит подчеркнуть, что до того, как он попал в UFC, Бреннер проиграл таким бойцам, как Деннис Сильва, это боец, который в настоящий момент выступает в организации ACA, и также было поражение у него от Габриэля Сантоса. Габриэль Сантос это спортсмен, который вот на прошедшем турнире UFC Fight Night, да, проиграл досрочно, но необходимо подчеркнуть, что два этих спортсмена, это действительно, ну, хорошие ударники, да, мощные, жесткие, сбалансированные парни, и всем, кому проиграл Элвис, а у него именно три поражения, то он проиграл решением судей. В общем, переходим к его бойцовским качествам, здесь стоит подчеркнуть, что в его активе есть коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, он соображает в этой дисциплине, естественно, его не так легко перевести в партер, как может показаться, потому что тот же самый Тухугов, да, попыток было не так много, но все они не увенчались успехом, и просто-напросто Оливейра от всех, Оливейра его уже назвал, ну, Бреннер Оливейра, да, а защищался от всех попыток и работал уже в стойке, и причем в стойке ему было комфортно работать с Тухуговым, а необходимо понимать, что ударка, именно ручная ударная техника у, соответственно, Тухугова, она находится на довольно-таки неплохом уровне. Что касается ударки бразильца, то стоит подчеркнуть, да, что он, ну, работая в такой кикбоксерской манере, да, работает и руками, и ногами, комбинирует это все, чередует, грамотно отбивает переднюю ногу, благодаря своим, ну, скажем так, неплохим лоу-кикам. Что касается его кардио, опять же, в трехраундовых поединках он чувствует себя комфортно, здесь у нас три раунда, поэтому я думаю, что серьезных проблем у него по бензобаку быть не должно, и еще с учетом необходимо подчеркнуть, что на поединок против Тухугова Бреннер вышел на супер коротком уведомлении, и 15 минут отработал отлично, поэтому я думаю, что с бензобаком, повторюсь еще раз, проблем быть у бразильца в этом поединке не должно. Что касается Гурама Кутателадзе, это спортсмен, который, ну, скажем так, в юном возрасте, когда находился, да, занимался смешанными единоборствами, также занимался кикбоксингом, кстати, по кику у него порядка 100 боев он провел в этой дисциплине, в общем, познакомился он с Густавсоном, потом, соответственно, перешел к нему в зал, также там познакомился с Черемаевым, и сейчас тренируется вот с такими вот серьезными спарринг-партнерами. В общем, его карьера развивалась, ну, скажем так, неплохо, до попадания, соответственно, в UFC он бился в различных, ну, там, наверное, можно использовать это слово второсортных лигах, где огромное количество побед было у него досрочных, соответственно, также два боя провел под баннером турнира Brave FC, в одном сделал досрочку, во втором решением выиграл, ну, и, соответственно, в 2020 году он попал в организацию UFC, где в дебюте уже встретился против, ну, на сегодняшний день топового оппонента, это Матеуша Гэмрата, которого выиграл решением судей, я помню тот поединок, я помню, что сам Гурам, когда ему подняли руку, возразил и сказал, что я этот бой не выиграл, за что мне отдали победу, это действительно мужской поступок, за что, в принципе, я его и уважаю. Дальше он подрался с нашим с вами соотечественником Дамиром Исмагуловым, которому проиграл сплитом, да, действительно, бой был близкий, но, опять же, здесь, судим, я согласен, здесь Исмагулов выглядел попредпочительнее, ну, по крайней мере, в моих глазах, что касается ваших глаз, можете в комментариях черкануть. В общем, дальше Гурам слетал с боев, то у него были травмы, то оппоненты слетали, да, в общем, не получалось у него никак провести поединок, надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. В общем, что касается бойцовских качеств Гурама, здесь стоит подчеркнуть, что его сильная сторона, в первую очередь, вне зависимости от того, что он по кейку провел порядка 100 боев, да, он отлично работает в партере, борьба, ну, я считаю, на мой взгляд, опять же, борьба это его сильная сторона, он отлично переводит оппонентов в партер, отлично их там контролирует, да, если возможность открывается, он обязательно накинет либо какой-то удушающий прием, либо болевой, ну, или просто подключит гранд энд баунд, благодаря которому финиширует своего оппонента. Что касается стойки, то и здесь, в принципе, стоит подчеркнуть, что он в этом аспекте чувствует себя максимально комфортно, да, ну, база кикбоксинга, она, опять же, сказывается. Что касается его кардио, мы видели его в UFC непосредственно в двух боях, да, он подседает к третьему раунду, но продолжает оставаться работоспособным, это первое, во-вторых, необходимо подчеркнуть, что крайние два поединка он провел против топовой оппозиции, я считаю, что с бензобаком у него тоже полный порядок. И пришло время подытожить, ребятки, я напоминаю, кстати, что фондбет дает бонус ребятам с России до 15 тысяч рублей, ребятам с Казахстана до 80 тысяч тенге, ссылки будут в описании в закрепленном комментарии, все, что нужно сделать, перейти по ссылке, зарегаться, закинуть косарик на счеты автоматически, в течение нескольких секунд вам бонус придет, и этим бонусом вы уже распоряжаться будете так, как считаете нужными, проставлять на те события, на которые, скажем так, вам по кайфу, плюс напомню, что БК фондбет является одной из самых надежных букмекерских контов. В общем, фондбет дает следующие коэффициенты, Гурам идет у нас за 1.17, в то время как Элвис идет у нас там за пятерочку. То есть опять в очередной раз бразильца недооценивают, он идет огромным андердогом, и давайте разбираться, есть ли у него шансы в этом поединке. Как всегда, поговорим про ключевые аспекты, это ударная техника борьба кардиоопозиции. В плане оппозиции, несмотря на то, что Гурам частенько не выходил, ну не частенько, неправильно я сказал, не частенько, а давненько не выходил на свои поединки, да, опять же, если мы посмотрим, с кем он дрался, Гэмр, боец, входящий в топ-10, и Смогулов, по-моему, тоже боец, который входит, ну, в топ-10, по-моему, в топ-15. То есть действительно и с одним, и с другим он показал конкурентные поединки, и я считаю, что это очень серьезная позиция. Если мы посмотрим на Элвиса Бреннера, то, опять же, один поединок на суперкоротком уведомлении против Тухугова, близкий бой, опять же, это суперкороткое уведомление, как, ну, в общем, на мой взгляд, вот этот бразилец пока что в данный момент это темная лошадка, и сказать, что там, в общем, по нему сейчас что-то сказать, это будет ошибочно, потому что надо посмотреть, когда он выйдет на полном лагере, да, как он отработается своим оппонентом, только тогда уже можно про него что-то говорить. Но конкретно, если мы берем факты, мы берем факты, которые у нас есть на бумаге, то, естественно, Кутателадзе в плане оппозиции превосходит своего оппонента. Что касается кардио, ребят, здесь я смело, наверное, поставлю знак равенства, потому что я уже сказал, да, что в высоком темпе и Кутателадзе к третьему раунду подседает, да и это, в принципе, нормально, потому что когда темп высокий, 70 кг, легкий вес, в принципе, это нормальная история. Не сказать, что он там в нулину проседает, но подседает. И также Бреннер тоже к третьему раунду видно, да, что, конечно, теряет в скоростных показателях, но остается также работоспособным, поэтому я здесь поставлю знак равенства. Что касается борьбы, мне кажется, что Кутателадзе в этом аспекте должен выглядеть лучше своего оппонента, потому что у него действительно очень крутые элементы именно вольной борьбы, у него хорошие тейкдауны, хороший контроль в партере, но необходимо понимать, что у Бреннера коричневый пояс по БЖЖ, и этот парень, по-моему, у него 11 побед с Абами, и необходимо быть максимально аккуратным и понимать, что в случае, когда, да, если Гурам попытается перевести своего оппонента, что надо быть всегда на чеху, находясь в партере. Поэтому именно за счет вот контроля, возможно, около сетки, за счет тейкдаунов, за счет контроля в партере, мне кажется, что Гурам является фаворитом в этом аспекте. Да, повторюсь еще раз, бразильец будет опасен на канвасе, но я думаю, что те навыки, которые есть у, соответственно, у Гурама, он должен их ими грамотно воспользоваться для того, чтобы ему там какой-нибудь удушающий прием или болевой прием в партере не накинул его оппонент. Что касается ударной техники, то, опять же, здесь я бы не стал списывать бразильца. В принципе, то, что я увидел с Тухуговым, несмотря на то, что я подщикну еще раз, Тухугов на руках очень хорош. Да, где-то местами там Бреннер проигрывал, но в любом случае он смотрелся довольно-таки неплохо за счет активности, за счет работы то первым номером, то вторым номером, при этом выбрасывал достаточное количество ударов для того, чтобы статистика была не сильно разгромная в пользу Тухугова. Что касается Гурама, стойки, ну, мы видели, да, он с Гэмротом неплохо отрабатывал стойки, ну, относительно, да, эпизодами там и с Исмогуловым, поэтому я считаю, опять же, что в стойке, возможно, и будет преимущество за счет того, что, ну, оппозиция просто у Гурама была посерьезнее, ну, а так, еще раз повторюсь, я бы не стал Бренна расписывать. В общем, в этом, в этой паре, да, подводим итоги. Я считаю, что фаворит здесь, да, скорее всего, Гурам. Опять же, надо смотреть на взвешивание, чтобы он вышел на поединок без травм, чтобы был готов к этому бою, посмотреть весогонка, как у него пройдет, потому что он давненько не дрался. Ну, и опять же, все-таки, я думаю, что здесь за 1.17, ну, не так хотелось бы за этот коэффициент топить. Я не люблю, вы знаете, выбирать такие кэфы, поэтому, опять же, ставочка на то, что второй раунд начнется, там коэффициент 1.38. Ну, это хотя бы уже ставка, да, для, я не знаю, для, возможно, для прессика какого-то, возможно, может, кто-то ординарами такие варианты забирает. То есть, ну, это хотя бы не 1.17, это уже более-менее играбельный коэффициент. Дальше, думаю, можно будет посмотреть, тотал больше 2.5 за коэффициент 1.6, 1.60, нет, там где-то 1.65, по-моему, или 1.68, ну, короче, пусть будет там 1.6, 1.7. То есть, опять же, если и понимать, в голове раскладывать картинку того, что Грома держит победу, то, опять же, финишировать Оливейру крайне сложно, да, я повторюсь еще раз, все три его поражения против, ну, это хорошие ребята, хорошие ударники и джитсеры, то есть, там все дошло дело до решения судей, финиша не было, поэтому я думаю, что Элвиса крайне будет сложно финишировать, там пробить его, а вот забороть, попробовать перебить его по количеству ударов, поконтролировать около сетки, я думаю, что Гураму это под силу, поэтому тотал больше 1.5, тотал больше 2.5 на риск, коэффициенты, считаю, нормальные, именно такими вариантами здесь я бы и руководствовался, потому что выбирать Гурама за 1.17, ну, опять же, я, честно говоря, не хочу. В общем, ребят, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка, теперь напишите, что вы думаете по поводу этого боя, обязательно также не забывайте подписываться на мой YouTube канал, пожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, я же вынужден с вами попрощаться, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok